В правительстве прошло внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетним, на которой обсудили выпиющую ситуацию, произошедшую в Ульяновске. Напомним, во время урока учащийся 8 класса школой 81 нанес кухонным ножом удар в живот 59-летней учительницы математики. Пострадавшая была сразу же госпитализирована и прооперирована. Сейчас ее жизни ничего не угрожает и состояние стабильное. Ситуацию под личный контроль взял глава региона Сергей Морозов и поручил ответственным министрам и специальной комиссии приложить все усилия, чтобы разобраться в этом случае и не допустить такого впредь. Это серьезная работа с психологическими службами школы. Во-первых, это будет тотальная проверка практически каждой психологической службы в каждом образовательном учреждении. Буквально в течение двух-трех дней мы ждем от министерства предложения, как это будет организовано, потому что нужно, начиная от тайминга, проверить, чем занимается человек, сколько времени уходит на общение с ребенком. Как отмечают психологи, подростковый период самый сложный за время становления личности. Поэтому в это время родителям и классным руководителям нужно особо внимательно следить за детьми. Необходимо каждый день подмечать настроение ребенка, как он общается в коллективе и вне, а самое главное, какая у него самооценка. Самооценка в подростковом возрасте, она является таким комплексным показателем вообще благополучия в душе ребенка. Когда у ребенка низкая самооценка, это значит, что он уже прошел большой-большой путь внутри себя и пришел к тому, что я плохой. И вот это на самом деле очень опасно, потому что низкая самооценка, она приводит очень часто к совершенно непредсказуемым реакциям. Свою точку зрения обозначил и губернатор. Хватит скрываться за бумажками и мнимыми отчетами, обращается глава региона к министру образования и науки. Вместо того, чтобы приучать детей к шаблонам по ЕГЭ, научите их реально думать, заключает Сергей Морозов. Ну это что называется, не входит, к сожалению, в наши полномочия, так сказать, там изменения по этому ЕГЭ. Но с другой стороны, уже давно должна быть создана, мы уже не первый раз об этом говорим, когда по Синемке там занимались, по другим, так сказать, безобразием, что должна быть там информационная безопасность детей создана. Система информационной безопасности нигде, ничего в министерстве не произошло, так сказать, не изменилось. Сейчас правоохранительные органы проводят следственную проверку всего произошедшего в 81-й школе. Психологи работают с детьми, а Городское управление образования и областное министерство готово помочь родителям ответить на вопросы по ведомственным телефонам.